Морской рок-н-ролл И в эфир он выйдет в последнее воскресенье июля. Именно в этот день отмечается день ВМФ. Почему я выделил день военно-морского флота среди праздников других родов войск? Да потому, друзья мои, что я три года отслужил на кораблях Тихоокеанского флота на Камчатке. И этой песне я, конечно же, хочу передать привет всем своим сослуживцам. Но не только им. Этой песней я обращаюсь ко всем людям, целенаправленно идущим к своей цели. И встречающим на своем пути различные препятствия. И не всегда правильно оценивающим обстановку. Поэтому я хочу поделиться с ними своим опытом. А попутно расскажу вам о том, какие песни тогда, в далекие 80-е годы, были популярны у моряков. Первая песня была про морячку. Кто был ее оригинальным исполнителем, до сих пор не знаю. Но звучала она отовсюду. Из военных кораблей, из гражданских судов, и из ресторанов, и из окон квартир. А когда на море качь, 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 и бушует ураган, Качь, 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 приходи ко мне морячка, Качь, 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 я тебе любовь отдам. Вторая песня, не менее популярная, была песня группы «Машина времени». Я пью до дна за тех, кто в море. За тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, То тот, кто не струсит, и весел не бросит, тот землю свою найдет. Тоже звучало из каждого утюга. А стойки даже цинично ее переделывали. Я пью одна, а муж мой в море, Пускай его смоет волна. Такой вот черный юмор был. Но смеялись тоже. Потому что звучало отожжено. А еще, для тех, кто не знает, расскажу, Что на военных кораблях приборка корабля делается 4 раза в сутки. Перед завтраком, перед обедом, перед ужином и перед вечерним чаем. Каждый матрос отвечает за вверенный ему участок корабля. И помимо этого, по субботам на кораблях проводится большая приборка. Это с утра и до обеда. Во время этой приборки весь корабль драется с мылом. Все как положено, чтобы горел. Если этого не делать, корабль очень быстро ржавеет. Так вот, во время большой приборки нам всегда включали музыку из радиорубки на весь корабль. Чтобы веселее было палубы драйв. Особого музыкального разнообразия там не было, Так как у парней была только одна кассета. Ее и крутили, повторяя раз за раз. Кому-то это не нравилось, надоедало. А я с удовольствием слушал этот сборник каждый раз. Почему? Потому что я люблю рок-музыку. А там крутили сборник песен группы «Автограф». Соло Александра Ситковецкого. Вокал Сергея Брутяна. Клавишные Леонида Макаревича. Поэзия Бориса Баркаса и Маргариты Пушкина. В общем, высший пилотаж классика русского хардрона. И была там одна морская песня. Называлась «Корабль». Великолепная мелодичная вещь. С хорошим поэтическим наполнением. С моими выдающимися вокальными данными Я, к сожалению, ее спеть не смогу. Она для меня слегка сложновата. Я просто продекламирую вам часть куплета. Отрешись от дел земных. Посмотри в лучах зари багряной. Сверкая, как коралл. Ждет с утра твой корабль. Готовый в путь. Он горит в огне зари. И к полудню, как туман растает. Чтобы вновь родиться в ночь. И к утру быть опять в своем порту. И снова ждать. Потрясающая вещь. Кто не слышал, рекомендую послушать. Альбом называется «Автограф 1». Жаль, что группа прекратила свое существование. На мой взгляд, это была самая интересная советская рок-группа. И мелодичная, и тяжелая, и поэтичная. Три участника группы были с высшим музыкальным образованием. Это то, к чему я стремлюсь при создании и формировании своей группы. Я хочу продолжать развивать это направление музыки. После завершения строительства репетиционной базы, будем набирать музыкантов. Предпочтение будем отдавать людям с высшим музыкальным образованием. Минимум с музыкальным училищем. Клавишники исключительно высшие. Задача перед нами поставлена создать русскую рок-музыку международного класса. Придется всем пахать в моем темпе. Никакого алкоголя и наркоты. Только сочинять и работать. Но зато будет возможность сделать себе имя и достойно зарабатывать. Как концертной деятельностью, так и студийными записями. Заинтересованные лица могут считать это приглашением на прослушивание. И была у нас еще одна собственная песня. Наша корабелька. Которую мы пели под простую гитару. Кто ее написал, не знаю. Она передавалась из поколения в поколение. Спою вам один куплет. Соленая вода Двенадцатый причал И в небе тучу убыли моя гряда А берег все грустил Карамаль не отпускал Как будто бы прощался Кружился легкий снег Под музыку ветров Скалистые вершины серебря И через два часа Невинно берегов И снова не хватает мне тебя И через два часа Невинно берегов И снова не хватает мне тебя Вот вкратце рассказал вам О морских песнях Популярных во время моей службы на Тихоокеанском флорте А теперь возвращаюсь к анонсу Морской рок-н-ролл группы Волощука СД Прозвучит в эфире и Ютуба и Инстаграм В воскресенье 26 июля в 11.00 Не пропустите Буду ждать ваши комментарии И поздравляю всех с наступающим праздником Днем могучего военно-морского флота России Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!